Утро на Волкове 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 что вы говорили, все эти жанры для меня самые близкие, и самые близкие – это драма, поэтому, наверное, я делаю, что мне нравится. О чем, может быть, несколько слов о самом фильме? Мы-то смотрели трейлер, мы, в принципе, читали, но, может быть, для наших слушателей, вот могли бы вы немножко рассказать, что ждет зрителей, которые придет в кинотеатр? Да, этот фильм основан на три рассказах Яна Эйглая, и мы взяли три рассказа и сделали один рассказ про десятилетнему Маркусу, которому надо жить с бабушкой в деревне, и он решает жестоко переучить девушку по соседству. И далее следуют тяжелые последствия с негативным резонансом во всем селе. Вот такой короткий наброс. Да, синопсис. Скажите, Дация, и как сложно было десятилетнему мальчику объяснить происходящее, или с Дамиром было легко работать, он схватил на лету, и было понятно, и что от него требуется, и в чем, собственно, драма происходящего? Ну, я хочу сказать, что дети, наши дети все очень умные, они все понимают. Там не надо их учить и рассказывать то, что нам в результате думать, что они понимают больше, чем надо. И с Дамиром работать было очень легко. Он был умный, он работоспособный был, потому что он футболист, он русский парень. Мать и отец у него русские, и брат у него, и сестра еще, так как он идет с русской семьей. Ну и тем более играть на латышском языке, как справился-то? Да, он справился очень хорошо, потому что он в то время шел в латышской школе, у него был хороший латышский язык с небольшим акцентом. Но так как у меня самой студия, я как бы, первое образование у меня музыка, магистр музыки, тогда я очень слышу интонации, и я смогла работать с ним поподробнее и убрать этот небольшой акцент. Насколько вот ему было, может быть, сложно или просто контактировать со взрослыми актерами, у которых уже есть и опыт, и образование, с которыми ему нужно было изображать семью, вот какие-то родственные отношения, то есть вот моменты, ведь там есть и драматические, то есть для мальчика, может быть, игра, это представляется что-то вот такое, а ему нужно играть другие эмоции, может быть, и злость, и унижение, и какие-то негативные эмоции, которые обычному человеку сложно как-то искренне передать. Всех мальчиков, когда я делала кастинг, тогда я поняла одно, что все могут сделать это агрессивный этюд, который я спрашивала, это для них как бы органичнее, но когда я спрашивала сделать такой этюд, где ты можешь показать мне эмоции как возбуждение, такое что-то очень позитивное, эмоциональное, немножко как бы женского рода эмоции, тогда там сразу была не проблема, но труднее им это сделать было. И Маркус, не Маркус, а Дамиру это как бы не было тяжело, и он справлялся с этим кастингом, всем, все, что я спрашивала в кастинге. Потому что... Да, да, да. Я вот продолжаю тему, просто Чаплин, Чарли Чаплин, он утверждал, говорил, что дети не могут играть, их нельзя научить играть, они могут только пережить эмоции. Вот на съемках фильма «Малыш», когда ему нужно было получить эмоцию, он достаточно жестко там говорил этому мальчику, так, вот представь себе, что ты любишь маму? Люблю. Твоя мама сейчас умирает. Вот представь себе, вот ты никогда больше ее не увидишь. Малыш просто... Рыдай! И вот он доводит мальчика до слез, и вот так снимается вот эта сцена. То есть он вызывает вот просто... Он считал, что ребенок не в состоянии постичь актерскую группу, просто нужно добиться от него вот этой эмоции. Он считал, что не наносит ребенку непоправимую психологическую травму. Скажите, пожалуйста, Дация, а как сложились у Дамира отношения с той самой девочкой? По роли он там... И потом, если можно, вот все-таки мой первый вопрос заданный. Да, вот так же вы работали или нет? А, я думал, это была ремарка. Нет, я просто хотел задать вопрос, что все-таки вот играл он или нет. И потом мы вернемся к этому. Да, 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 да. Да, я поняла. Нет, нет, не было такое... Я так психологически не травмировала детей. И один ребенок не пострадал на съемках фильма. По крайней мере, психологически. Нет, ничего такого не было, потому что я уже готовила их в курсах актерства. Я работала с ним, показывала техники, какие надо делать. И одна техника была плачь. Ему надо было раудать. Рыдать, плакать, да. Рыдать, рыдать, да. И он учился за пару раз технику, и мы делали соревнования. Кто первый из детей, там было 10 детей, кто первый это сделает. На первой, когда была Нодер Беева. Занятие. Да, когда он был третьим. Но на последней уже он был первым. Так как это можно научиться, это не так сложно. Достаточно круто, потому что считается, да, даже для взрослого актера сыграть радость, смех гораздо проще, чем пустить искреннюю слезу. Молодец, молодец. Так что там с девочкой-то, как сложилось? Служебный роман на съемочной площадке. Там тоже все в порядке было. Ай, молодцы. Да, тоже, но я работала с эмоциями. Это ями, да. Она плакала тоже, натурально плакала. Но если от тебя много дублей, да, как можно сказать, тогда это не так легко. И были и тоже искусственные слезы. Гремеша помогла нам. Луковица, да, какая-нибудь разрезанная, небось. А почему фильм называется «Яма»? Потому что один из рассказов называется «В яме». Это рассказ о Маркусе, кто оставил девушку в яме. Я взяла название одного рассказа. Насколько вот этот фильм, будет ли он показан за пределами Латвии? Какие-то у него судьба фестивальная, конкурсная? Так уже наград. Ни с чем числа. Так я вот как раз к этому и подвожу, что может быть что-то уж сразу зрителей подогреть интерес. Ну да, у нас целый год уже фильм путешествовал по миру. Я, к сожалению, не могла. Я бы хотела поехать в Америку, в Китай, в Корею, в Иран, в Россию. Нас приглашали, но, к сожалению, я сидела дома. И получала эти гранд-при. Мы уже достигли три гранд-при за этот фильм. Первый был в конце 2019 года, когда мы показали, когда работал еще в «Процессе» в Таллине, в «Блэк Найт», в «Черной ночи». И там мы получили главный приз. Потом сразу, когда фильм был готов, через год сразу первый фестиваль и гранд-при в Лидике, в Германии. И потом, когда в Москве был первый такой «Colorist Awards», когда эти, которые красат фильмы, они первый раз в мире сделали такой фестиваль в фильмах. И там тоже награда «Ямы» как лучший «Color Correction». Ну, все это коррекция, да. Здорово, поздравляем. За год собрать фильм, тем более в отсутствие авторов, это дорогого стоит. Да, еще самое, которое я была рада, что «Арсенал», который самый старый в Европе, такой, который покупает фильмы, он купил «Яму» и теперь показывает уже в Германии, Швейцарии и Австрии этот фильм. Они дублировали на немецком. Интересно было слышать, как это выглядит и как интересно это очень. И еще, которое такое, второе, которое, это купили ХБО, который, группа, который показывает на платформах и в телевидении. Круто, но фильм ждет такая крутая судьба. И, кстати, хотелось бы узнать все-таки вот про жизнь на платформах. То есть я понимаю, что сейчас все-таки кинотеатры, к сожалению, они открыты не для всех. Там нужно вот с QR-кодом приходить зрителям. Вот будет ли возможность посмотреть его еще, может быть, на каких-то платформах в самой Латвии? То есть, ну, чтобы его жизнь продлить не только на экранах кино, сколько это, ну, там, несколько недель, а дальше вот можно ли будет его увидеть где-то? Ну, сперва я хочу всех пригласить на кинотеатры, потому что это нельзя сравнить, смотреть в кинотеатре или в лаптопе. Это там звук, там все, это как другой фильм. Поэтому я приглашаю всех в форум-синема, в Planet Palace и в Кинобизе. Я тоже там буду, и мы будем поезжать в Латвию, и Венспилос, Лепая, и Мадонна, Таус, и Сигулда, Цесис, Колка даже. Так как мы будем ехать в Латвию. Но да, через какое-то время будет на платформе, где-то в телевидении. Но лучше... Лучше в кино. И прямо, не откладывая в долгий ящик, прямо сегодня выходит форум CinemaS, сегодня же и пойдем, и насладимся. Считается ли это все-таки детским фильмом, или это семейное кино, или это фильм для взрослых? Вот как бы вы его определили, возраст? Как бы 12 плюс, но один, который видел InfoWinter, видел этот фильм немножко месяц назад, он сказал, что это как бы... Первое, что он сказал, это как бы не для детей, но он сказал, нет, это для детей, но для умных детей. Умный фильм для умных детей. Да, семейный, но это такой серьезный фильм, что после фильма семья может поговорить, поанализировать вещи. Ну, лишний повод собраться всей семьей и обсудить, поговорить на серьезные, на важные вещи про взаимоотношения и взрослых, и детей, и взрослых, и детей. Огромное спасибо. Спасибо, мы говорим кинорежиссеру Даце Путсу, мы только что представили ее полнометражный художественный фильм «Яма», замечательным актерским и музыкальным составом. Напоминаем, что он выходит на большие экраны в Латвии сегодня, 15 числа. Даце, огромное спасибо и успехов. Утро на Болткоме на этом, конечно, объявляется закрытым, но работа продолжается, в том числе нашей платформы Mix News LVM. Мэр Рызык, Александр Барташевич, буквально через несколько минут в нашей студии, ну а в программе «Культурная среда» композитор российский Жанна Габова-Джек Самбекова. Субтитры создавал DimaTorzok